мир вам кто такие откуда приехали мы из московской области из красногорска какой области московская область красногорск все с одного места до сына в это мой сын это мой друг это его сын друга и мой зять одновременно родственники все дорожные но мы христиане-баптисты но очень у вас уважаем и много слышали ваши беседы и в общем-то с огромным уважением относимся к вашему труду так вот проездом решили заглянуть слава богу что вы не отказались нам поделить как вытащи корроза каждому по 3 на друзья это тут сайт православный да там на обратной стороне все данные наши ресурсы интернет кто-то говорит что вы очень строгий а я посмотрел что вы говорите я подумал что а как отцу без строгости отец без строгости не может у меня правда самого так вот два сына и три дочери пятеро ну тоже и любовь строгости на знаках без них спасибо еще строй где-то мы я сразу скажу почему безбородые в первую очередь это первый шаг уже обличили вот начали уже отпускать ну так не я это сотворил бог сотворил этот подкаблучники мужики безбородые две мамы в доме затеяли иметь ну я так же не скажу когда вернусь мужчина как сегодня понимают эта энергия это власть над женщина это я просто говорю чужим языком бог сотворил вы зайдите даже храм христос выступили словарь ньюстрима баптисты все бы апостолы с бородами никого не побрили вот смотрим икону не икону даже картина 1 номер один рафаэля сикстинская мадонна папа сикс с бородой а католики все без бороды а папа сикс бородой они не могли по-другому изобразить и история католика почему без бороды она гнусная просто что ему теперь надо она потребовала любовница от него говорит чтобы избрил бороду и он говорит красоту мужскую променял на женскую подпупную понятно как и поэтому приучили голуби из уха есть он слетает дух святой сказал что были как ангелы побрились я тут же голубят научил они мне подлетают семечки ложил пожалуйста то же самое никакого чуда нет обман нужно одно только верим в бога и исполнять что он говорит ничего не надо накладывать лишние бремена а это бремена неудобно симая этого тебя если сибол волосы собрать они тебе уже мешок составит у тебя носимая у меня она нормально как ухо как нос у нас интересно было когда миссионерская поездка была за рубежом ну там какой-то кар с ру это переезжать через балтику мы швеции потерпела машины крушение у нас и и в это время зашли посмотреть великобритании баптисты я никогда такого не не видел стоят на молитве ролик выставили рядом дети крестятся рукой и умоляют бога чтобы бог благословил наше путешествие я это это я понимаю говорит а вот а кумена вот она и кумена а у баптистов когда они здесь у нас были мы всегда заказывали близость к богу а как так вот у меня товарищ один уехал и пять лет его не было работал на американских бульдозерах на золотоприисках вернулся и опять к нам решил я говорю саша ты платил десятину эти воды нет я говорю посчитай сколько он посчитал цифра хорошая получается но я говорю так если ты хочешь нам а с ворами мы дело не имеем как малахи горку обкрадуете бога так сколько ты он посмотрел на книжке у нее как раз только он все это собрала теперь куда теперь пошли баптистам к отделенным а почему они подпольно издавали евангелие и все туда отдали поэтому мне когда на квартире жили баптисты среднем 25 на питание но я сделаю так что 10 будут питаться на 10 а 15 мы десятине и всегда получалась хорошая сумма и мы в одно место несли а говорит раздается бесплатно не подлежит продаже мы им верили тем более слышали когда они через кавказ перевозили когда бы подкоровали раздавили машину там библия вся в крови была поэтому нас это не только не отдаляло приближало конечно мы им говорили о самом главном вопросе о священстве священства нет таинства нету а все остальное под 16 главу чисел дофана вероны корей я много лет вел занятия пяти университетах ну и приходят когда люди юристы я говорю давайте так раз граф ли эту доску гриппельную здесь вот преступление там наказание 10 суток за что ну там заматерился или что-то ладно а год это уже что-то он сделал такое неприлично 10 лет ну тут пошло расстрел но то с малолетними и прочее такое оживем в ад такой статьи нету я говоря людоед села людоеда 555 это в шутку уже так и здесь определенная щетка живьем в ад вместе с женами с детьми за что за отделение от моисея помните дофана вероны корей числа 16 единственный раз за всю мировую историю значит отделиться от церкви это превыше всего почему то тело христово церковь и ты заново его распинаешь когда считаем первое коринфян 10 глава 6 11 стих апостол павел обычно вот пример такой это берите силу многострадальную а тут перечисляет которые пострадали которые нарушали и это были образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое как они были похоти а это образы для нас достигших последних времен так вот на этих страшных примерах надо учиться вот у меня приехали тут были гости тоже баптисты отделенные иосифа даренко с риги слышали конечно но знать они уехали в америку да да ну и побыли ребята все приняли но яграция это приняли вам теперь нужно просто войти в церковь мы же не говорим вы выходите от баптистов а вот церкви будете приходите причащайтесь и надо находить это не не компромисс а близость к богу знаете вот вы когда приедете в ригу мы принародно встанем и тогда скажем что мы не правы ну вот как питер гилквиста возвращение домой там 2000 баптистов всех пришли сразу православия 60 епископ этих яхонов рукоположили и мы выехали они нас один день только не дождались на встречу с ярлом пести ехали и на встречной машине ударила трое сразу погибли молодые ребята хорошие такие рослости все на один день опоздали поэтому бог коснулся сердца ты прими это то что бог дает поэтому когда спрашивать что я даю оглавление моей книги я могу сейчас подарить вам всем к истинному православию два вопроса о церкви и о священстве а что церкви непонятно вы тоже когда говорите то мы церковь а это с какого времени церковь ну просто дату вы должны за 1609 год джон смит залез в воду и сам себя положил руки и крестил такое было когда да никогда восьмая глава деяния апостолов говорит уверовали веру я получил и духа святого мы даже не слыхали и он не спрашивал ничего не звонил им сразу с петром пошли они понимали дух святой сходе только через их положение зачем мы им идти там самаре это они пришли рука положили дух святой сошел и дальше уже свидетельство было и вот здесь когда стали говорить как церковь господь я создам церковь мою и врата до не одолеет ее матфея 16 18 вы верите что создал он ее не церкви церковь тело одно глава 1 это 1 18 колоссиным говорит он глава а церковь его тело мы верим или не верим весь вопрос об этом состоит а если верим защита на церковь одна одно тело не бывает два тела и на одну голову а как ну как христос сказал создам а когда создал вторая глава деяния апостолов дух святой сошел для евреев открыта дверь а дальше а дальше язычником 10 главе бог открывает а теперь эти створки открыты для всех тут ничего не добавлять только имеет страх божий написано я как-то в одном городе на молдавии говорил проповедь там где-то солидное собрание человек 450 было баптистов при свете встал отделенные и сказал мы все готовы сегодня принять православие это одна встреча только почему а мы всегда чувствовали чего-то не хватает а чего не дома возвращение домой вот меня спрашивают а вы вот вас бы избрали епископом не епископом а патриархом вот чтобы вы делали ну первым делом в этот же день прекратить всякое столетие со храмов часовен и рассчитаться где брали кредиты второе сразу открывает тысячи училий завтра две тысячи после за 3 тысячи а где учителя я договорился с баптистами они будут преподавать любить христа и любить слова божия они такие они любят но не трогать православие там уже матерь это разберутся дальше согласно мне старшие сказали согласно я говорю нужно не много не мало 6 тысяч проповедников мы можем 616 дать сегодня я говорю вот пожалуйста а дальше ну а дальше к вечеру уже второй день надо прятаться чтобы церковная мафиози не не зарезала знаете как говорит нельзя пробудить можно да ничего не не сделаешь не делали отвечаю а если мы делаем бесплодным не будет ты даже не знаешь где господь как кого возьмет тут только сегодня говорили сразу бог исполняет вот меня спрашивать я много в чат рулетки с мастульманами показываю коран они его не знают совершенно если хотите работать вот данил сисоев работа он доказывал там доказывать не надо почему потому что они не знают книгу вообще не знают но на один аят можно обратиться 5 сура 47 66 аят они говорят вы на нас люди писания я рассуждаю так люди писания когда это было сказано чем в коране написано а у меня слова коран мухаммад аллах запретные слова чтобы они не привязывались я показываю книгу молча и все но вы уверите что здесь написано ну да а сам не знает я говорю там написано вы люди писания это слишком высоко она сказана а люди писания показывают библию она была одна книга только в то время мухаммад умер 632 году вот пожалуйста а раз одна книга значит у нас а 68 стих прямо говорите всевышний дал вам инжил инжил в скобках евангелие вы по нему и живите то есть никакие не устраивайте крестовые походы я говорю ваша книга меня одобряете а христианин и я вам говорю не исповедуйте христа пришедшего платья все антихристы и вам она прямо всем гола там 1 8 9 стих сразу их как будто ветром сдувают себя прокидываются нету я говорю почему потому что вы самые блудливые самые трусливые а зачем мы в интернете здесь я груза тем у тебя дома четыре жены и за каждую надо платить хороший колым а тут 44 даром и голые и выигры южные жеребцы пашите на северных кобылах ха ха и сразу исчезают то есть одно место только показать по их книги чтобы он сам прочитал так и в библии обязательно ездят и ключик вот я разговариваю когда и говорят какой у тебя стих ты чтобы знал золотой стих одну а другое дело ключик твоей душе ну как на те с матерью верующая в храм ходил бабушка водила все говорят я не очень в это верю но у меня вот так было я говорю у меня по-другому было я с детства родился здесь в теке менцева здесь я вырос ну как бы верующий а что знал нельзя делать то другое женщинами дело иметь тому курить материться пионеру вступать больше ничего бог сохранил от этого но услышал о христе библию в руки взял в 23 года после армии и где у 50 ников я сошел на берег кино корабль стоял на рейде я в море работал и бог ловит на том что ты любишь я не знаю почему ну мать так привычал я любил бабушек вот как бабушка какая меня уже тянет к нему узнать как она чем питается как помочь что-то сделать для нее и гляжу бабка несет две сумки я сразу подскочил и разговор баба у вас где-то молятся она готова от молитвенный дом я не знаю как их звать это баптисты а я в это время уже по-латышски разговаривал я зашел я не понимаю а человек спрашивает откуда на море мы я говорю я не понимаю там блаженный эти слова ты не знаю не слышал по-латышски он в это кажу по-латышски разговариваете а вот дверь открывается в русское собрание зашел у них на простыни выше этому лине на горной пропаде блаженно нищие духом я и тут не понимаю а уж когда господь дал в руки в библию они обеда стали а я считаю полчаса не больше когда они зашли у меня только одно помолиться о чем богородица дева радуйся достойная всякого истину а твои просьбы какие у меня у меня все есть у меня сила работаю на корабле учусь в училище добился три курса за год сдать по одному из иностранных языков английский немецкий или французский я с выходом за границу а у бога все вымерено они мне открыли для не апостол ртовая глава я прочитал я не за один день я знаю за три месяца со сполы на я знаю другой язык приезжая в страну это явно что бог дает а в школе не было языка сразу чтобы не манула да ты не веришь давай вырвем другую корочки остались одни это думаю не то давай молись я молюсь и господи дай мне веру что написано в этой книге и вот 58 лет я не выпускаю вдруг вот что бог делает почему потому что я занимался языками в это время там испанский греческий на семи языках занимался и бог меня поймал на этих языках 2 глава я не апостол любил бабушек на этом крючок бог закинул как у него уже прежде нашего рождения все высчитано и поэтому не таланты не наши которые в мире были они нам не помешают но главное это два условия родиться свыше быть вадимом духом святым римлян 8 9 если этого нет все напрасно у православных этого нет они не знают ну значит тут и труд открытый большой тут начинает трудиться а вот когда приходят баптисты вы зайдите если по скайпу я бы скинул вам сейчас все данные у меня очень большой в ютубе канал самый большой в интернете 21 1500 роликов вот это будет 21 500 1 до мы там множество на рак 50 плейлистов на разные разные темы и людям нужно знакомство со христом и конечно слово подтвержденное делом а если этого нет договорить то можно научиться а поступать вот я первым делом бы сказал ребята вы пришли другому обществе это то что почему не надел пояса на них потому что я с ними если бы они были без меня они я бы на всех надел пояса я с ними первый раз экскурсия имею право я с ними иду но это экскурсия другое дело то у меня приезжали когда сюда разные профессора там академики академгородок уже там они знают все в поясах все идут босиком почему а поясе сказано 109 раз библии а без пояса только один раз рапсак не хвались говорит как будто распоясавшийся ты еще с фронта не вернулся распоясавшийся кто хулиган христос был с поясом до по персим ангелы по персим и он креститель пояс кожаный апостол пётр встал это тащи пояс павел говорит того так ну везде везде без пояса никого нету это знак что припаяшься с истиной а я и так без пояса тебе не надо умничать если апостолы все были с поясами пророки с поясами то и вечности показан христос поясе по золотым поясом по персим по груди но ему не поддержки нашей одежды ангелы видел припоясаны никого без пояса нет послушание послушание богу да тем более устав такой у нас вот у меня детская лагерь вон его видно где я был начальник детского лагеря 45 лет и три года сейчас здесь без помощи государства тысячи детей и как относятся без помощи государства повторяю ни рубля только гнобили 98 году 15 комиссий краевых только было не успевали ворота открывать забаррикадировались а там жердочка стоит никто не лезет дети на крышах их скандирует коммунисты людоеды руки проще от лагеря стана займитесь своей душою и ничего не могли сделать но когда уже осень наступила приехала в город подал суд кажется 4 процесса все давно выиграл опубликовать в газетах что-то ничего не было они там свое поставили в этой жизни надо жить интересно красиво такое нехорошее слово я использую азартно то есть ты должен буквально вперед смотреть это дело по мне вот здесь здесь я тоже могу что-то сделать христос может только открыть только христос может открыть да конечно он откроет но ты покажи человеку вот я на начале детского лагеря а у меня трудовой лагерь дети что-то делает я им означаю там рвать траву чтоб пальчики шевелились приучить он ничего не знает подходят а алёшка не работает он там что-то уткнулся я потихоньку подошел он букашку рассматривает большая букарашка какая-то муравьи его прокинули тащит к себе не надо это может быть биолог будет пошли пока по малину по кружке набрать с молоком будет нашли брать его кирилл а он в кружку не берет оборот я между коллег кустами прокрался он берет святые божие ягодку святые крепкие святые бессмертные помилуй нас я говорю не надо он молится и берет то есть надо все время внимательно глядеть там заложено будущее мы же не знаем этого вот спасибо сани вас господь вы когда думаете уезжать у вас машина еще сказать в интернете теперь только заходите а мы смотрим на наши ресурсы вы себя найдете может быть через неделю я не ставлю здесь трудно с интернетом я отправляю в администрацию там работает вот мы не составляем еще вот как есть так а чё прятать то мы о хорошем говорю я благодарю бога что вы зашли вот слава богу что мы вас вопросы вопросы какие есть книгу хотя бы одну дайте я на снимаю обязательно чтобы не зря такая книга в которой там просто соль написано дело в том что она это нужно было трудиться чтобы собрать покрупицы вышла 38 томов книг открытым оком а вот эта книга кристина православия 40 лет материал собирал и последние не изданы уже денег нет это стихи 4 томов по 800 страниц люди никак не где берете темы я в литературном институте когда считал ангел фашанин был ведущих я тему берете я показываю на угол перед которым молимся вот вы зашли допустим распоясаны так и будет каждое стихотворение 9 куплетов по четыре строчки 36 строчек напротив каждой строчки выносится книга глава стих библии откуда взята мысли чтобы прочитать надо 36 раз мировой практике этого не было так это не один стихотворение в течение 9 лет написано 3467 пока то много или мало это означает вместе взятая за всю жизнь пушкин лермонтов некрасов блок это еще меньше и черновики сохранены и ни одной по марке нигде нету так не бывает вот пушки на десятки раз на перечерки так как я говорю когда молюсь у меня как бы проплывает строка я буду молиться записывать только кончил молиться я сразу беру ручку 35 строчек дальше внизу это я себе не могу припитать настолько выше моего интеллекта до вечера вот у меня есть такое автобиографичное рассказать вам да ну как бы обо мне пример к себе своим воображением все то что прочитал или услышал для снайпера сегодня я мишенью всем хищника меня бог сделал мышкой не час не сутки на сплошная жизнь на выходе и входе за обедом стреляет точно в лодку давят только вниз задача выжить и ни одной победы хотя как знать когда я ускользну петля и яд меня не захватили враг не достал и стратил всю казну уверенность пожег в истерике и в бессилии их измотала в горных перевалах там след моей ступени распетлял по шахтам гротом по логам отвалом исследует святых о ком я начитал мой бег мое убежище с давидом за мной доик бешеный саул они разведали что им я мед акриды а штаб-квартира избран барновол я с моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из под руки враги с собаками с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки моя погоня гнались до упаду я отошел не досягаем вам прощай земля азарт закон ограда мой труд следы читайте по слогам я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу она корабля однажды тонем обледенела с одной стороны шкуна опрокидывается рыбацкая шкуна с волнами боролась стремительный крен возрастал смятенью росло но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал волна через корпус не раз пробегала было по 7 видим плавник как туша убитого кем-то финвала корабль под ударом из книг остались минуты а дальше развязка объятия холодной волны над пропастью мглы с ледяной повязкой о чем бы подумали мы наверное лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне на жизненной грани на жутком изломе на вечной девятой волне иные клянут капитана стармеха проклятья всем и всему окончена жизненная чаша утеха и брошена разом волну когда мой корабль опрокинет пучина народ поперкнется волной дай боже чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой это все вот здесь на плене положено так так все больше спасибо но это хоть усы есть у него же дочки есть ну понятно так у вас руководство есть там я находитесь в одной общей в одной в одной пресвитера вашему спасибо дьяком есть кто называется дьяком есть так а это вашим высшим друзьям здесь в оглавление вы увидите вот такие слова прочитать хотя ножку еще слово божие священное писание все о библии написаны о молитве о покаянии от церковной дисциплине к источнику крещения исповеди о священстве о церкви самое интересное пасти о семье вот это не интересное мнение вот ниже на библии обрадовывать что это начинать семьи надо что сказали святые отцы вот я отвечаю на студенческие вопросы 4124 разложено 515 сколько там сейчас я скажу 55 папа что об этом говорит библия студенты задают вопросы записками что об этом же вопросе который за что говорят святые отцы это патрология меня 300 томов что говорят каноны церкви это 719 правил что говорят на этот же вопрос жития святых 1173 биографии и что говорит мировая поэзия это 20 тысяч файлов стихотворения и поэтому когда ты готовишься и бог открывает тогда рот раздвинутый закрыть не могут а ты только успевай призывать на молитву однажды приходят в коридоре стоят две женщины в черном одеты подошли мы мать и дочери пришли разрушить ваши занятия в университете университет 22 тысяча студентов из 18 стран мы волшебники царю небесным и пропели я сразу в аудитории сразу объявил нам вот такие гости пришли гореть давайте помолимся пусть они испытают силу духа святого когда стали молиться их вышло как будто ветер подхватил и только дверь схлопала больше никогда нет никого не пренебрегая в молитве вот мы ездили за нас и пятидесяти молились и мусульмане и фон только не было поэтому первое молитва трех степеней первое это просительно дай помоги спаси сохранить там все и буддисты и коммунисты мама крещали начали когда бомбить второе это благодарение получил и получил просимой благодари за все благодарить и третье это ангельское словословие не просить аллилуйя слава твои сына и святого зла эти ступени мы должны пройти все время стоять на той ступени как православный помилуй прости помилуй 40 раз сто раз это оглашенные зайди на вторую и как на пьедестал поднимайся на третье наполнился охвалением единому вечному богу хоть что-то скажет и благословит муки рады что мы вас увидели услышали храни вас господь в живую пусть господь вас защитит от всякого зла потому что есть люди которые зла желают вам да пусть господь защитит сохранит и чтобы еще звучало слово из ваших уст долго до пришествия иисуса христа недавно мне позвонил у нас митрополит местный православный навстречу беседовали но я больше часа говорил назвал миндальная повесть миндаль засветет я принес миндальные веточки а вот и сейчас написано миндаль засветет это пророчество о воскресении из мертвых я говорю вы владыка мне то наказ дайте ну какой я скажу игнати не умолкай только я говорю владыка надо молиться я знаю только за два года мне пришлось в черный список занести больше 16 тысяч человек вот вы сказали знаете вы даже не представляете сколько это взять весь наш депутатский корпус и путина с патриархом столько нету ничего нету златоусь начитом бомбет удержу нету а почему я узнал платят большие деньги они день и ночь на этим работать каждый день новое надо я блокирую он не может он новое открывает теперь идет теперь расскажу немного это по заказу в мире допустим 196 государств я работал на море насчете известны были практически все флаги государств которые имеют выход к морю вот так нужно это флаг вне конфессиональный вне временной вне политический почему католики мусульмане и ваттисты буддисты все рождаются в крови мискевич польский поэт говорил земля пропитана от коры до центра крови второе синее небо меня так манит знаю что там мой спаситель христос все это мире бесследно канет в небе не будет мести угроз поэтому и левитов там были голубая нить о небе и 3 20 глава 11 стих откровения великий белый престол это все здесь кто бы то ни был какой религии совершенно ничего не верующий ты знай ты должен ты предстанешь поэтому нашему благу милость божия как бы незримая постоянная проповедь я беседовал за всех отделах милиции был занятия военные но у них это трикола ни один не знает вообще я когда разъясняю парижскую коммуну было а так еще не значит это к верху как у нас сейчас одинаково так вас как звать алексей а вас алексей мой сын алексей тоже так 3 алексея и ты илья алексей вы знаете как переводится ну и как помощник греческое имя а или я вам не сравнить со всем вместе бог моя крепость так да а если михаил то и в конце стоит никто как бог еврейское имя а что ваше имя значит игнати означает неведом и неизвестные греческого по-латински огненный вот такой вот но это алёша благодарность что он привел тоже приехали надо зайти он гостеприимно пригласил накормил слава богу но слава христу так подожди-ка алёша я подарю им новый завет впервые изданный новый завет толкованием вместе с откровением впервые за 2000 лет и 230 иллюстрации гюстава даре мы сами раскрасили и 10 статистика там такая идет рассказать государственные такие и книга как бы из одних документов которые нам относятся сейчас вам вытащу спасибо еще бегает еще на велосипеде ездит ему 83 81 вот было на днях человек надо за него маленькая что бог написано в слове божье можете наступать на скорпионов на врагу прямо слушаешь его как будто такая сила божья сейчас уже чтобы да чтобы у вас книги были потому что ну должно чем-то запомниться да 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 вся сложность в том что вот эта книга да и вся информация которая есть это ее нужно по чуть-чуть было собирать из разных источников ну это не просто она где-то написано так вся и вот он столько лет там сколько он вон там в газетках сначала по чуть-чуть опубликовал опубликовал да потом вот получилось собрать все очень большой труд ладно брат а поезд я себе сделал обязательно вот если бы вы ко мне приехали там на неделю больше туда без сразу инструктаж все по поискам приехали на несколько часов я с вами поэтому ну экскурсию да то есть ну тут люди приезжают экскурсию там еще кто-то людей проводим так там уже у меня покос идет вовсю но за за мной да там слышно он вот тут заедут косить вот это все у него выкосит весь этот карман трава хорошего старости памяти все он никогда держал да нет как бы он занимается у него другое направление поэтому другой труд другая рада каждому свое поле фото не несколько лет назад на газели россию объехали там везде везде там были вот по с благовестием тоже книги вот во все библиотеки вот его выпущены потом поехали за границу в европу все объездили по батюка приехал это да вы мне звонили у меня пропущено я тут что-то мы не могли пройти мимо они теперь уйти не могут отсюда зашли то зашли а уйти не могут хозяйца за книгами еще побежал я еще вернулся вы дальше то у вас путь какой вы куда сейчас хотели восстановиться на на берегу обе переночевать немножко подустали да хочу может быть у нас нет 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 не будем утруждать не будем утруждать не выйдем закупаемся и помоемся помолимся а вот я подумал ничего не сказал даже поехали куда на ночь-то глядя думаю спасибо спасибо вот это трехтомник впервые за 2000 лет вышел вместе с откровением полное толкование спасибо толкование по всем святым отцам доктор богословия паст минонит обратился здесь так держите сами распределите здесь с каким человеком как беседовать разбивается люди на 24 категории не верит бога не верит библию держите это мои книги спасибо огромное спасибо большое мы с дедом ночевать нигде ночевать спросили в одном про сам собор да нет у нас никто не понимает что давайте узнаем те записка община нам сказали мы поехали у них собрание вы люди выходят оба откуда приехали домой откуда ночевать книга она как бы из одних документа моя биография спасибо работа дальше это все коснется работать со старобрядцами вот эта симфония составлена на неканонические книги за самой за самое лучшее в мире будьте уверены так это 3 том это как образовать общины для молодежи это особенно важно держите молодежи на основании слова боже изучать евангелие от марка дальше тут держите-ка спасибо а это вот тоже к старобрядцам относится как бы по житиям святых подождите все легкие и вот дача резервы разобряться очень нет и мы давно нашли где это ко мне нет я первый сказал и на приводит к нему они ура шесть или семь ребятишек так вот это вот как работать с мусульманами каждая книга 752 страницы спасибо 38 томов они стоят 750 евро мы проехали 120 тысяч километров до владивостока до лиссабона швец прибалтика скандинавия вот здесь вот наша беседа с александром менем выложены в борде ну и это у кого меньше всего сами посмотрите кому что остальных не нашел там где в каждой книге примерно три тысячи ссылок на библию только все строится на священном писании это было 27 сентября 62 года в 1700 когда господь дал мне сразу обращение к крещению духом святым православные вообще об этом понятия не имеют и вот это вот все только рука успевала писать здесь не тысяча миллионы людей молились и наконец эти вопросы теперь озвучены а видите как вот книги вот эти три видели у патриарха путина в библиотеках мы сделали 650 подарков по 38 книг 650 городов и сил это мы посчитали на 35 миллионов подарок делали не имея ничего с богом с богом с храни господь храни вас господь давайте я вас провожу все христиан волнует вопрос когда придет христос писание говорит так у вас руки то не связанные не ваше дело знать времена и сроки но приблизительно вот этот поворот сделан в вакцинация это не случайно вирусов не бойтесь любящие если бога сейчас говорят главное кто это затею затеял всемирное общество здравоохранения вчера выставили никакой пандемии нигде не было все обман прямо открыто заявили об этом что задача какая чтобы люди научились обращаться к ним за вакциной а вот второе волна про это путин говорил в ноябре начнется и таких у них вон будет 29 по моим расчетам по житьям святых ну и ясно для чего стоит первая задача утилизовать 6 миллиардов человек ну они ничего не успеют главное мы знаем будет антихрист его кто-то подготавливает и поэтому щепизация без него никак они должны знать кто куда пошел что думает как как детей спасать как спасать детей потеряем уехать учителя верующие больше никак лучшего места для воспитания день и знаю вот он рядом тут и лишний раз не заглянут и они большие города там которая там по 20 уже миллионов есть люди умирает от того что некуда силы девать а мы как батюшка говорит у нас работы это одна за другой в очередь стоят за нами сейчас покос выехал косить игре косит ну вот так так братья я хочу чтобы вы в интернете на нашем канале или где-то дали отзыв о книгах когда будете считать и своим братьям покажите здесь мы беседами с александром меням ну она нас в аудио в аудио и когда я вел три радиопрограммы регулярно люди начали как вы можете под популярный такой человек так говорите я могу а вы не можете почему вы пинаете мертвого льва а я разговариваю с ним пока он был живой ладно все кончал на службу с богом простите что у вас задержали когда вы будете считать там проповеди больше тысячи моих проповедей только и вы увидите все в боге какие вы счастливые что вам преподали любить слово божие ищите церковь церковь вот мой православие мы же ничего не это не отнимаем но на а на этом фундаменте можно строить это церковь с богом до свидания с богом храни господь все благослови господи обрати